Даже если мы никому этот крафт не втюхаем, что в целом невозможно, мы сэкономим себе голдишку. Помните, лучший голдфарм экономия. Доброго времени суток, дамы и господа. Как и обещал, сегодня поговорим о профессиях. В этом комплексном гайде разберем основные аспекты предоставления услуг, а именно на каких крафтах каждой профессии можно зарабатывать, и также обучимся этикету со стороны заказчика и со стороны крафтера. Я долго думал о том, как бы построить сценарий этого видосика. Давайте для начала пройдемся абсолютно по всем крафтовым профессиям, которые у нас имеются, и глянем выгодные крафты, какие есть, и рассмотрим ветку талантов, как быстро можно прийти к тому или иному крафту с целью того, чтобы начать фармить золотишко. Перед тем, как я начну таргетно говорить о каких-то профессиях, я думаю, стоит поговорить вообще касательно общих моментов и ответить на общие вопросы. Первое. Люди думают, что профессию до сотового навыка качать дорого. Это вранье. В целом все качается на текущий момент легко. Реагенты дешевые. Можно использовать даже одноранговые, двухранговые. Порой двухранговые дешевле, чем одноранговые. Искры искусности с целью того, чтобы качать профессию с 60 до 100. Можно просто взять каких-то твинков, можно как вариант создавать драктиров, удалять драктиров. Потому что в тот момент, когда у нас есть какой-нибудь мейн, например, 70 уровня, и мы сделали полный квестлайн на искры искусности, то подходя уже твинками к алтарю, мы просто-напросто получаем пять этих искр искусности и можем через частные заказы просто-напросто кому-то отправить. Ради каких-то, как вариант, пушечек, каких-то там шапочек, перчаточек и чего-либо прочего. Таким образом, пять искр искусности мы получаем плюс 15 навыка. 60, 75, 90. И уже имея 90 навыков, мы неплохо так можем предлагать свои услуги. Суть в том, что навык, он напрямую влияет на мастерство в наших профессиях. А мастерство влияет на полосочку крафта. Чем выше мастерство, тем высокоранговее получается вещица. Чем лучше реагенты мы используем, тем тоже мастерство наше становится больше. Мастерство — это сумма нашего навыка, реагентов и взятых талантов во вкладке специализации. Стоит ли прокачивать репутацию? Репутацию прокачивать стоит. Имеется особый консорциум ремесленников. И прокачав его полностью с помощью, например, викликов, которые нам еще и знания дают, с помощью контракта, найду его сейчас. Вот он с консорциумом ремесленников. Мы прокачиваем полностью репутацию, 5 из 5. И таким образом у мопца, сидящего на лавочке, мы каждую неделю можем забирать 150 рвения мастера. Рвение мастера — это основная валюта, которую мы тратим с целью создания шарика. Блистательное озарение. Это блистательное озарение разгоняет крафты на тридцатку. В тот момент, когда мы вставляем шарик, у нас полоска движется вправо. Таким образом мы можем гарантированно скрафтить какую-нибудь высокоуровневую вещицу. Уровень рецепта, мастерство, какие-то слишком большие, сложные цифры, объясни, пожалуйста. По факту все легко. Уровень рецепта — это тот навык, который нам требуется для создания вещицы. С целью того, чтобы создать запястье максимального ютем-левела, просто используя искру снов, нам потребуется 280 и выше. У меня же 342. Поэтому мы, например, можем использовать не тир-3 реагенты, а тир-2. Почему бы и нет? Окей, все круто. Мы можем даже вставить послания для того, чтобы у нас были статы, те, которые нам нужны. Но если мы уже вставим украшения, то вещица не будет максимального ютем-левела. Что же делать? Можно попросить крафтера ставить шарик, за это ему голдишку накинуть. Таким образом мастерство увеличится. И уже будет гарантированный крафт. Либо просто-напросто вложить тир-3 реагенты. Классно, круто? Да, вполне. Но 463 какой-то итем-левел-то маловатый. Согласны? Я думаю, многие согласны. Зачарованный гребень аспекта из сна. Вставили его. И ого! Куда влево улетела полоска? Что же с этим делать? Решение максимально легкое. Тир-3 реагенты. И крафтеру придется вставить шарик для гарантированного крафта. Таким образом мы получаем 486 запястья. Надеюсь, касательно этих огромных цифр ответ дан. Инструменты, конечно, тоже должны быть максимальные, зачаренные. То есть, смотря чем вы занимаетесь. Если вы что-то делаете там по типу, какие-то сплавы, бронепластины, то нам потребуется инструмент на перепроизводство. И еще его можно зачарить как на находчивость. Перепроизводство дает нам дополнительные крафты. Находчивость позволяет генерировать просто-напросто ресурсы из воздуха, экономить их. В целом, на текущий момент это самые два полезные стата. Вдохновение особо людям на текущий момент вообще не нужно. Суть в том, что многие заказывают гарантированные крафты, и на ваш процент вдохновения им просто-напросто начихать. Для создания инструментов нам потребуется рвение мастера, и также, возможно, игрок другой профессии. К примеру, набор кожевника нам делает кузнец. Далее, комбинезон делает кожевник. Ножик делает, также кузнец. Есть еще распространенное заблуждение касательно того, что знания для профессии якобы очень долго качаются. Два-три месяца с целью того, чтобы вообще начать зарабатывать. И вы еще голды много якобы потратите на прокачку профессии, и вообще в минус уйдете, и никогда голды в плюс не получите. Полное вранье. Профессия на текущий момент качается быстро как по очкам навыка, так и по знаниям. То есть, если очки навыка там искры искусности, ствинков, мы делаем заказики, крафтим-крафтим потихонечку, все окей в этом плане, то касательно знаний-то в целом еще проще. Мы делаем уникальные крафты. А уникальные крафты в крафтовых профессиях — это PvP-шный шмот, а в кожевничестве, например, вообще куча. И кожевничество, и кольчуга. То есть, много-много-много разных вот этих вот первых крафтов дают нам много-много знаний. Таким образом, мы можем быстренько развиться и быстренько начать что-то крафтить. В других профессиях, быть может, чуть медленнее, но все же новые крафты добавлялись в новых обновлениях, поэтому знаний мы лутаем больше, чем раньше. Таким образом, мы быстрее начинаем что-либо крафтить. В изумрудном сне имеются сокровища. У меня, по-моему, даже некоторые не пролутаны. Если я открою карту, мы их увидим. Вот, с алхимией, например, просто валяется бутылек. Почему бы и нет? Собираем знания с открытой локации, с крафтов, и таким образом мы профессиональные ремесленники. На общие вопросы ответил, мифы развеял. Думаю, можно приступить к таргетному разбору профессий. Начнем с кожевничества. И сыграем с вами в небольшую игру. Перед тем, как я буду называть профессию, буду давать вам несколько секунд на то, чтобы вы подумали о том, какие крафты являются популярными в той или иной профессии. Ну, в данном случае, кожевничество. Что же является самым популярным? Что люди крафтят часто? Что они ищут в торговле город? Правильно, это гнилые крафты. Если вы подумали так же, то значит, вы либо сами играете на каком-нибудь там разбойнике Демон Хантере, либо просто часто видите чат. Если подумали иначе, ну, ничего. Опыт придет со временем. Что у нас получается? С целью того, чтобы вообще начать делать гнилые крафты, нам потребуется хорошенько развить наше кожевничество. Также стоит понимать, что кожевник, для того, чтобы изготовить гнилые крафты, должен прийти к алтарю гнили, который находится внутри подземелья. Для этого нужно хотя бы единожды зачистить данж, а потом кдшку просто-напросто продлевать. Главное, не забывать ее продлевать. И рассмотрим давайте знания, как можно быстро прийти к хорошему крафту этих сапог. Для начала, общее мастерство. 30 поинтов в дисциплину кожевничества. Если мы хотим немножко экономить ресурсов, в момент производства заказов как-то генерировать реагенты из воздуха, то 30-ку еще в мастера кожевника. Находчивость позволяет нам генерировать реагенты из воздуха, что в целом приятно. Далее, изготовление кожаной брони. 30-ку сюда, 30-ку сюда, 20-ку сюда. Изначальное кожевничество. 35 сюда, 25 сюда. Суммарно посчитайте. В целом-то не так много. Это не 300-ка поинтов, не 400-ка поинтов, поэтому достигнуть можно на изи. Делаем там крафтики уникальные, собираем сокровища, делаем виклики. Рано или поздно к этому приходим. Также помимо гнилых сапог порой крафтят и поясок, который находится, кстати, рядом. И нам всего-то нужно немножко уйти в бок и подкинуть 20 поинтов. Порой крафтят запястье себе люди и тыкают туда ядовитую пластину с целью того, чтобы разогнать вот эти вот ядовитые сапоги. С целью того, чтобы уже делать запястье, нам придется еще 50 поинтов влить. Это может неплохо так ударить по времени, но у нас прокаченные ступни ядовитые, поэтому мы уже можем делать голдишку и мы уже можем кайфовать. Если вам не хочется зарабатывать на кожаных крафтах, хочется зарабатывать на кольчужных крафтах, то имеются, например, аналогичные ступни, просто-напросто кольчужные ботфорты кислотного града. Но, судя по статистике, на текущий момент с ними ходят 10% игроков, 5% игроков. Больше людей просто-напросто используют на текущий момент связку в виде дракотистовых боевых наручей кольчужных и союзных набедренников хана Сан Сок. Это довольно-таки интересные крафты, которые преобразились в текущем сезоне. Также в ножках требуется ожерелье трофея кентавра. И если по счастливой случайности, используя, к примеру, ножик на находчивость, мы вытянем это ожерелье, то мы богаты. Цена его 20 тысяч на аукционе. Таким образом, мы получили голдишку за крафт, а еще мы получили себе ожерелье в сумку. Приятно? Да, вполне. По факту, в избранном у меня находятся именно те крафты, которые часто делают люди. Вот они, сверху вниз. Стремитесь к ним. Гляньте обязательно, откуда их нужно пролутывать. То есть в тот момент, когда мы открываем профессию, мы наводимся, рецепт не изучен, и чекаем спокойно, что, откуда, как, зачем и почему дропается. В обновлении 10.2 был введен легендарный топор, пиралат. И с целью его крафта нужны три крафтовые профессии. Именно кожевничество, наложение чар и начертание. Таким образом, воины, паладины, рыцари смерти вынуждены обращаться к ожерникам, начертателям и наложителям чар, для того, чтобы им скрафтили частички для этого легендарного топора. И именно сейчас на меня накинули бафчик, который позволяет крафтить эту частичку, и иду, собственно, крафтить. Мало того, что мы получим хотя бы даже там одну серебряную или побольше за крафт, у нас есть шанс получить с находчивости какое-то количество реагентов. Кожа 5 тысяч, Споры, каждая там голдишки по 10-15, Шкура тоже сколько-то стоит, Сущность тоже какое-то количество золота стоит. Находчивость позволяет генерировать реагенты из воздуха. Если прокнет, то круто. Если нет, ну, повезет в другой раз. Снова сыграем с вами в игру. Алхимия. Какие ассоциации у вас в момент произнесения этой профессии? У меня личные ассоциации. То, что токсичные фласки бьют меньше по алхимикам, то, что дольше длятся фласки, и то, что имеется ферма дракотиста. Ферма дракотиста является довольно-таки сочной, потому что дракотист нужен всем для создания гребней. Гребни нужны для крафтового шматья. А крафтовое шматье с украшением — это основа нашего ДПСа. Поэтому ферма дракотистов — это довольно-таки круто. Куча персонажей с алхимией, с перепроизводством, с находчивостью позволяют неплохо фармить голдишку, если нам прокает. Касательно крафтов, как-то скудно. Имеется алхимический камень в виде шмоточки, в виде тринкеты. Можно поушин и фласки, конечно, кидать на аук. Но много ли мы с этого выиграем? Вопрос довольно-таки хороший. Знаний потребуется немного. 15 хотя бы в теорию алхимии, 20 в трансмутацию и 30 в ни капли мимо. Конечно, в идеале для теории алхимии нужно 50 знаний, так как ластовый зубец даёт 15 находчивости. Конечно же, нам потребуется стержень на перепроизводство, а также чант на находчивость, который мы обязательно вешаем. И споры, пыль, покупаем, собираем, заходим, делаем дракотист, кидаем его на аук. Прокнуло — кайфово, не прокнуло — прокнет в следующий раз. И таким образом фармим голдишку пассивно. Чем больше у нас алхимиков, тем лучше. Давайте в рамках этого видосика поделаем дракотист. Накопились 4 заряда. Куплю споры, потрачу на эту голдишку, и докуплю мелкую самоцветную пыль. Пыль без разницы, какого ранга покупать. Это ни на что не влияет. Максимальное невезение, которое только можно было получить. Мелкая самоцветная пыль, которая стоит по 3 голдишки, её не хочется экономить. Хочется экономить споры, которые стоят по 15 голдишки, и хочется, чтобы перепроизводство ещё прокала на дракотист. Но ничего, прошлые проки у меня были сочные. Эти терпимо. Касательно выставления дракотиста на аукцион, выставляем по 2 штучки. Не выкидываем сразу там 40 штучек, 100 штучек. По чуть-чуть, помаленьку, просто выкидываем на аук. Впереди ещё много разных интересных профессий. Чтобы видосик не растягивать минут так на 30, на 40, я выпущу его просто-напросто в виде нескольких частей. Дайте знать в комментариях, о какой профессии вам хочется услышать быстрее всего. Мне есть что рассказать. Я думаю, вы это прекрасно поняли. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.